Всем привет! С вами канал Armormaster. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель немецкого среднего танка Panzer III модификации M от Takam серии Blitz. Несколько слов об истории данных машин. Вообще у немцев была довольно странная ситуация. Начало войны они встретили с двумя средними танками. Один из них, это Panzer III, вооружался скорострельной малокалиберной пушкой с высокой скоростью снаряда. Предполагалось, что он будет воевать против танков противника. А также выпускался Panzer IV, который предполагался как танк поддержки пехоты с короткоствольным крупнокалиберным 75-мм орудием. В жизни все вышло немножко по-другому, поскольку запустить тройку оказалось не так-то просто. Поначалу она была не очень надежная, достаточно дорогая. И в итоге основным средним танком Panzer IV стал Panzer IV. Конечно, его краткоствольное орудие было не очень эффективно против танков противника, но зимой 1941-1942 года на четверку поставили длинноствольную 75-мм пушку. И в этом раскладе Panzer III стал практически не нужен. Поздние модификации тройки пытались вооружить 75-мм орудием длинноствольным, но ничего не вышло из-за узкого погона и маленькой башни. Тогда на них поставили 50-мм орудие, но оно было гораздо менее эффективно, чем 75-мм. В итоге самые последние модификации вообще вооружили краткоствольным 75-мм орудием, которое стояло изначально на четверке, но их количество тоже было достаточно незначительным. И, в общем-то, основой Panzer Waffe стал Panzer IV. Инструкция. Инструкция традиционная для такома, карликового формата и альбомной ориентации. На мой взгляд, крайне некомфортная в работе, но, в общем-то, для этой фирмы это, к сожалению, нормально. Здесь присутствует историческая справка, но при этом вот буквально в четырех абзацах, по сути, достаточно хорошо все раскрыто. То есть, претензий по поводу истории тут, я думаю, никаких быть не может. Кому интересно, уже можно пойти в специальную литературу. Есть необходимый минимум данных. Далее стандартные комментарии по сборке и раскладка деталей по рамкам. Ну, рамки мы в пластике отдельно посмотрим. Я думаю, что здесь все более-менее понятно. Единственное, на что сразу обращу внимание, я что-то сходу не увидел прозрачных деталей. Ну, для современных китайцев это, к сожалению, норма, да и для танка этого это не супер критично. Но, тем не менее, на этот момент сразу внимание обратим. Далее начинается сборка, балансиры катков, амортизаторы, сами катки. Ну, тут, на мой взгляд, все совершенно очевидно и понятно. Далее деталировка кормовой части, глушители, запасные траки, кормовой лист, как видно, клеится отдельно. Также вот эти элементы, вот эти люки для опроветривания, я так понимаю, двигателя тоже можно сделать в открытом виде. Ну, в общем-то, вполне стандартные варианты. Далее мы ставим на место ведущие звездочки, ленивцы и переходим к сборке гусеницы. Гусеница дана сегментами и отдельными траками. Я так понимаю, здесь выполнен провис. Ну, для из коробочного варианта неплохо. Конечно, хотелось бы видеть полностью наборные гусеницы, но с учетом всех обстоятельств я считаю, что это допустимо. Далее мы переходим к верхней части корпуса. Здесь мы собираем фары, а также сверлим множество отверстий для того, чтобы на них потом ставить различные детали. Присутствует здесь шансовый инструмент. Естественно, замки все отлиты прямо на корпусе. Трос тоже дан пластиковой деталью. Ну, в общем-то, тоже для бюджетного варианта я считаю это допустимо более чем. Присутствуют, кстати, травленные детали. Травления здесь, на мой взгляд, не так мало. Так, ну, соответственно, запасные катки. Опять сверлим. Опять борта, кстати, вот обратите внимание, да, борта корпуса клеются отдельно. Но, опять же, стык идет, я так понимаю, по сварному шву. Соответственно, виден он особо не будет. То есть, если что, мы должны без проблем его скрыть от глаз. Далее домкрат, вентиляционные выходы под домкратник. И мы начинаем сборку деталей, которые держат бортовую броню. Вот, как раз-таки, характерная особенность поздних модификаций троек, эмок, энок – это дополнительная броня. Она, в общем-то, достаточно интересно выглядит. На мой взгляд, танк с ней достаточно заметно отличается, чем без нее. Поэтому, соответственно, это очень такая интересная фишка именно прототипов. Ну, здесь она, соответственно, воспроизведена. Далее мы ставим пулемет в лобовую деталь. Пулемет, я так понимаю, у нас, да, отлит в один элемент. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько хорошо получился его ствол. Далее мы ставим вверх на низ. Тут все очевидно. Хотя я бы, конечно, делал бы по-другому. Я бы вверх с низом поженил, а потом уже всю эту мелочевку расклеивал, чтобы, если у нас где-то что-то пойдет, не так не поотваливалась мелочевка. Ну, это, в общем-то, комментарий мой стандартный. Далее мы ставим дополнительную броню. Видно, что она сделана из фотоотравления. То есть, она должна быть достаточно тонкой, достаточно масштабной. На этом корпус закончен. Переходим к башне. Башня, кстати, как и крупные элементы корпуса, у нас сделана в одну деталь. То есть, только передняя часть маски и скулы, я так понимаю, мы будем отдельно подклеивать. Далее забашенный ящик. Экзобашенный ящик тоже такая сложная деталь, но выполнен, тем не менее, в один элемент. Мартирки гранатометов. Тоже, кстати, отличительная особенность именно версии танка М и Н. Тут все, на мой взгляд, вполне себе правильно. Хотя, опять же, повторюсь, я не готов глубоко внедряться в матчасть троек. Ну, поймите меня правильно. Это тема, которую можно копать вечно. Далее у нас два варианта командирской башенки. Отличаются они вот этими деталями. Это открытые или закрытые смотровые приборы командира. Но, как видно, литник А. Это литник непрозрачный. То есть, скорее всего, конечно, надо бы закрыть смотровые приборы. Ну, чтобы не видно было, что тут голый пластик. Люки можно приклеить в открытом положении. То есть, можно вставить фигурку командира. Ну, естественно, внутри башни ничего нет. Но, как минимум, это уже, на мой взгляд, вполне себе неплохо. Далее у нас идет сборка маски. Дополнительная бронировка маски. Тоже, кстати, характерный признак поздних машин. Какие-то элементы казенной части, но буквально совсем незначительные. Ствол идет в один элемент, сама труба. То есть, нам только швы надо будет убрать. Ну, и, соответственно, здесь у нас идет бронировка маски дополнительная. Она, как бы, сквозь него целиком проходит. То есть, ствол в одну деталь без швов. То есть, швы только от разъема формы. Нету стыка. Это тоже весьма похвально. Особенно, если, кстати, в нем отверстие есть. Ну, опять же, мы это на сборке уже увидим. Так, далее. Дополнительная броня на башне. Тоже, соответственно, я так понимаю. А, нет, смотрите. Вот здесь, по всей видимости, эти детали у нас даны из пластика. То есть, если юбки вот эти у нас металлические, травленые, то это у нас пластик. Ну, посмотрим, насколько хорошо вышло. И, да, тут тоже присутствует два варианта. Открытая или закрытая дополнительная бронировка. Ну, опять же, если сюда посадить фигурку танкиста, то, видно, внутри башни ничего не будет. Вполне можно все это открывать. Далее мы клеим буквально пару каких-то мелких крючков, что ли, мне даже не видно. И после этого ставим башню на место. На этом, я так понимаю, да, у нас сборка заканчивается. Ну, если бы инструкция не была такого крохотного, какого-то гнобского формата, было бы вообще отлично, поскольку деталями она особо не перегружена. Все понятно. Есть крупные планы. Но вот единственное, что сама по себе она довольно мелкая. Это не очень хорошо. И далее у нас идут варианты окраски. Варианты окраски у нас в палитре Ammic. Ну, это сейчас нормально. То есть, практически каждый производитель сотрудничает с каким-то производителем краски. Здесь у нас есть привязка к части, привязка историческая. Кстати, забегая вперед, я вижу, что это все у нас Курск, июль 43-го года. Ну, насколько я знаю, часть этих машин использовались и в Италии, не знаю насчет Северной Африки, были или не были. Ну, конечно, хотелось бы чуть большего разнообразия. То есть, мне это, конечно, с одной стороны, неплохо, что в основном машины Курске, их можно будет ставить в каком-нибудь подбитом виде рядом с проезжающими мимо 34-ками. Но, тем не менее, хотелось бы видеть какое-то разнообразие. С другой стороны, в автомаркете различных декалей для Panzer III тоже целая гора. Я думаю, что при желании все это можно будет найти. В остальном, танки показаны со всех сторон. Все прекрасно видно, рисунки камуфляжа прекрасно считаются. Повторюсь, единственное, что крохотный формат, это не очень удобно. В остальном, схемы окраски, на мой взгляд, тоже очень неплохие. Ну, и на этом, собственно, инструкция у нас заканчивается. Пластик. Пластик серого цвета, ну, в общем-то, совершенно стандартный. Такомовский. Кстати, толщина питателей здесь не такая монструозная, как была когда-то. То есть, в общем-то, вполне нормальная. Из того, что понравилось. Ну, литье достаточно ажурное. Название резины даже присутствует. Причем правильное, а не как у дракона. Ну, по видимости, таком вообще не переживают насчет каких-то претензий со стороны правообладателей. Неплохо показан рельеф на амортизаторах. Достаточно тонкие держатели для дополнительной брони. Но вот я говорю, что единственное, что мне не понравилось, это, конечно, то, что у нас смотровые приборы сделаны без применения прозрачного пластика. Ну, изнутри здесь присутствуют кое-где следы от толкателей, но видны они не будут. Значит, сразу скажу, что мне не очень понравилось. Это достаточно заметный шов от разъема пресс-формы на каждом катке. Его придется достаточно долго вышлифовывать и приводить в порядок. Ну, и плюс, несмотря на то, что питателей здесь не так уж много, все равно это таком, поэтому обработка достаточно серьезная потребуется. Ну, особенно это будет, наверное, неприятно вот здесь вот на дымовых гранатометах выведение круглой поверхности, ну, и на прочих подобных деталях. Но в целом все равно впечатление весьма и весьма благоприятное. Рамка с деталями корпуса. Значит, здесь у нас что? Ну, во-первых, вот те самые боковины, которые отлиты отдельно, причем питатель здесь выведен как раз-таки на поверхность сварного шва, что не очень хорошо, то есть придется немного обрабатывать. И второе, мне, конечно, не очень понравился шансовый инструмент. Вот, я думаю, что видно здесь на ножницах, да и на лопате присутствует небольшой облой, немножечко замылились крепления шансового инструмента, а топор еще и погнутый оказался. Соответственно, я настоятельно рекомендую, конечно же, крепление шансового инструмента заменить на автомаркет. Также очень хорошо видно, что сильно погнута у нас антенна, полностью отсутствует отверстие в канале ствола пулемета и так далее. Но, с другой стороны, чтобы это все немножечко подсластить, здесь вот применяется многоразъемность, причем достаточно активно с этой стороны, с этой, с этой. То есть по технологиями все весьма неплохо и все, конечно, дорабатываемо, но, тем не менее, дефекты присутствуют. Вот, кстати, трос тоже. Посмотрите, с одной стороны, очень здорово, что питатели выведены не на саму часть троса, а на его крепление, соответственно, нам не придется там ничего восстанавливать. А с другой стороны, у нас тут такой хорошенький облой образовался на краях, который тоже будет весьма неприятно удалять. Вот, поэтому в целом неплохо, но так, на четверочку с минусом. Все-таки дефектики небольшие есть. Рамка с деталями башни, маска, ствол орудия, казенник и так далее. Значит, ну, прежде всего, конечно же, ствол. Обратите внимание, да, я думаю, видно, он отлит с небольшим эксцентриситетом. Его отверстие, то есть, по видимости, потребуется либо напильничком аккуратненько провернуть, либо менять на автомаркет. При этом здесь у нас выведены два питателя, оба близко к срезу. Соответственно, один из них нам придется крайне аккуратно зашлифовывать. На самом стволе присутствует шов разъема формы, но он незаметный, на мой взгляд, без проблем. Его можно будет удалить. Также, ну вот, я уже говорил, здесь показывал многоразъемность. Здесь детали такой достаточно сложной формы командирской башенки. То есть, по литью здесь все достаточно неплохо. Плюс еще обращу внимание на внутренние поверхности. Вот здесь у нас вы видите люки, крышки люков. Ни одного следа от толкателя на них нет. Это, конечно, для китайского производителя просто, на мой взгляд, праздник. Потому что китайцы любят располагать следы от толкателей на внутренних частях люков. Здесь этого нет. Соответственно, люки без проблем можно будет открыть. Ну, как минимум, чтобы посадить туда какой-либо экипаж. Рамка с деталями для держателей бортовой брони. Ну, достаточно они тонкие. Конечно, по уму их бы вообще и стравление сделать. Но, мне кажется, для литья из пластика здесь все более чем неплохо. Также бронировка дополнительная, разнесенная для башни. Тоже понятно, что литье из пластика имеет некие свои ограничения. Здесь сделано, наверное, максимально тонко. Но, в целом, на мой взгляд, переживаемо. Но, в конце концов, можно будет самую кромочку аккуратненько шлифануть, чтобы она поострее стала. Но, мне кажется, весьма и весьма неплохо. Также, обращу внимание, что здесь тоже на внутренней поверхности нет следов от толкателей. Все толкатели выведены в сторону. То есть, в отличие от модели Panzer IV отечественного производителя, здесь такой проблемы не будет с толкателями на внутренних частях дополнительной брони. Вот такая отдельная рамочка. Здесь у нас присутствует домкрат, еще различные элементы. Ну, в общем и целом, неплохо. То есть, каких-то серьезных моментов в глаза не бросается. Следы от толкателя здесь присутствуют, но они скроются за вот этой деталью. То есть, в общем и целом, вроде бы, все вполне ничего. Нижняя часть корпуса, ну, в лучших современных традициях, она дана единой деталью с бортами с передней и с кормовой частью. Здесь единственное, надо будет еще одну деталь сверху прицепить. Но это совсем не то же самое, чем если бы здесь не было вот этой площадки. То есть, ставить деталь на площадку совершенно несложно. Присутствует пара следов от питателей, я так понимаю. Их надо будет аккуратненько зашлифовать. В остальном, ну, на мой взгляд, очень здорово. Я не знаю, что скажут знатоки матчасти, но в целом, выглядит очень неплохо. Вся мелочевка показана, весь крепеж показан, все очень круто. Присутствуют некие следы, но мне кажется, это следы скорее от смазки формы. То есть, это не похоже на утяжины. Поэтому здесь тоже все более-менее. Вот так вот сделаны у нас элементы, которые будут держать балансир. И, соответственно, если мы захотим сделать подвеску в каком-то ненейтральном положении для диорамы, мы просто, я так понимаю, на балансирчике аккуратно подрежем и поставим балансир в нужное нам положение. То есть, на мой взгляд, все очень-очень хорошо. Верхняя часть корпуса тоже выполнена практически единой деталью. Но вот кроме вот, что здесь бортов и лобовой части. Но стык действительно пойдет по сварному шву. Поэтому я надеюсь, что проблем у нас здесь никаких не будет. Ну, тут присутствует на торцах небольшой шов разъема формы. Его надо аккуратно подшлифовать. Ну, и поскольку, опять же, форма многоразъемная, где-то еще могут скрываться шовчики. Их надо будет просто аккуратненько найти и удалить в процессе сборки. В остальном, мне кажется, восхитительно показано рифление надгусеничных полок. Да и вся их деталировка. Прекрасно показаны сварные швы. То есть, выглядит, мне кажется, все очень приятно. С внутренней стороны здесь как-то противоречиво. С одной стороны, присутствуют даже ответные части крепежей надгусеничных полок. С другой стороны, тут же присутствуют отвратительные вот такие следы от толкателей. Естественно, если мы их будем убирать, то высок шанс повредить и вот этот рельефчик. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что в 99% случаев здесь будет пыль или грязь. Поэтому, видно, этого не будет. В остальном, опять же, мне очень нравится. А, вот единственное, что вот это, кстати, вот это и вот это у нас тоже два следа от питателя. Их надо не забыть, будет аккуратненько зашлифовать, а может быть, даже аккуратненько зашпаклевать, если там что-то останется. Но, опять же, это не так уж сложно. Башня. Ну, башня тоже в одну деталь. На мой взгляд, ну, технологически сложно сделать её лучше, чем она сделана. Поэтому, тоже тут никаких претензий. Всё, что нужно, убрать вот этот вот питатель. В остальном, всё очень хорошо. Завашенный ящик. Тоже в многоразъёмной форме отлит. Весь рельеф показан. Ну, на мой взгляд, очень здорово. И его тоже, кстати, при желании можно будет открыть. Крышка сделана отдельно. Мне кажется, всё хорошо. Кромовая часть бронебашни. И вот тут-то как раз толкатели и присутствуют. Их надо будет аккуратненько удалять. Естественно, на настоящем танке этого не было. Ну, плюс можно будет немножечко шлифануть, чтобы уменьшить видимую часть кромки. В остальном, ну, неплохо. Не идеально, но неплохо. Траки-гусеницы. Значит, питатели выведенных неплохо. Вот здесь мы срежем, зашлифуем по плоскости. Здесь мы аккуратненько срежем, но эта часть у нас уйдёт в ответную, поэтому видно её не будет. Имитирован у нас провис. В целом всё неплохо, но присутствуют, к сожалению, следы от толкателей. Поэтому гусеницу я бы, конечно же, поменял. Ну, я в любом случае поменял на рабочую. Но здесь, скажем так, если бы не толкатели, то ещё бы я как-то подумал. Но с толкателями, конечно, однозначно надо менять. Это некий недостаток определённый. Лист травления достаточно массивный. Для бюджетной модели здесь присутствует дополнительная броня, а также пара мелких деталей. Ну, не так уж много, но самое главное – присутствует. Вот что основное. Без вот этих деталей в травлении всё было бы достаточно плохо. Но с ними уже нормально. Кто захочет, купит автомаркет. Последнее – это декаль. Отпечатана весьма неплохо. Лаковая подложка близко достаточно прилегает к цифрам. Вот эта цифра немножко как будто протёртая, но, я так понимаю, так подразумевается производителем. В остальном, мне кажется, всё очень-очень хорошо. И да, больше в коробке у нас ничего нет. Подведём итоги. Достоинства и недостатки подробно теперь в описании к видео. Ну, а мы перейдём к самой сути. Мне модель понравилась. Причём не только тем, что она неплохо отлита, и технологически она очень хорошая, и скомплектована она хорошо. Но тут ещё есть один такой моментик – это её цена. Так вот, цена её практически в два раза меньше, чем у ближайшего конкурента – дракона. Да, мы знаем, что дракон – король троек и четвёрок, что они у него очень хорошие, очень здорово отлитые и так далее. Но возникает такой момент, что по основным проблемам здесь – это что? Траки надо менять. Ну, у дракона тоже ДС, их тоже надо менять. Стволы надо менять. Ну, вообще-то у дракона их тоже надо бы менять. Разница только в замках шансового инструмента, но это, в общем-то, тоже в большинстве случаев надо менять на автомаркет. Да, у дракона это всё отлито получше, но, на мой взгляд, этот фактор уже не решающий. Поэтому получается, что если король у нас не умер, то, как минимум, ему необходимо будет подвинуться на троне, поскольку конкурент вышел, на мой взгляд, весьма и весьма серьёзный. И, конечно, если Таком продолжит вот эту экономную Блиц-серию и дальше, то, боюсь, многим придётся подвинуться, потому что, опять же, те же самые четвёрки от Звезды, которые сопоставимые по стоимости, по литью, к сожалению, до Такого пока что не достают. Поэтому, если вам интересна трёшка, то я бы однозначно рассмотрел бы приобретение этой модели. Да, недостатки определённые есть, но они, в общем-то, достаточно типичные и легко устранимые. Но единственное, что, конечно, неприятно, это то, что нет прозрачных деталей, но, в конце концов, это всегда можно либо поставить кусочки прозрачного пластика. И, на самом деле, в данном конкретном прототипе, в тройке, прозрачные элементы не так уж хорошо видны. То есть, если закрыть люки командирской башенки, то, в общем-то, большой проблемы не будет. В остальном, на мой взгляд, всё весьма и весьма неплохо. И да, я, мне кажется, вполне могу эту модель рекомендовать. Я её ещё не собирал, но в коробке она выглядит весьма и весьма неплохо. В общем-то, на этом всё. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok